Сегодня, к сожалению, Донецк, в очередной раз под обстрелами. С нами на прямую связь выходит первый заместитель министра информации ДНР Данил Викторович Бессонов. Давайте узнаем подробности. Данил Викторович, здравствуйте, вам слово. Добрый день. Ну да, обстрелы продолжаются. В принципе, это не новость, это каждый день происходит. У нас есть раненые, есть погибшие, к сожалению. На фронте, ну, медленно, но уверенно продвигаемся. Также в районе Первомайска, это рядом с Песками наши уже закрепились на окраинах, насколько мне известно. А также в районе Угледара есть продвижение, ну и на некоторых других направлениях. В принципе, медленно, но уверенно мы идем. И с вашего позволения я бы хотел присоединиться к дискуссии в студии, поскольку это мой профиль по информационной. Давайте, давайте, конечно, с удовольствием послушаем. Я бы хотел сказать, что не нужно недооценивать силу информационки и того, что делает противник. Это, конечно, смешно с одной стороны, теперь давайте посмотрим. Но это работает, это работает. Это очень работает, и нам надо у них поучиться, понимаете. Потому что, вот смотрите, почему у нас так все медленно, почему у нас так все, почему они так сражаются, да, вот, обороняются. Потому что их солдаты, вот у них информационщики работают, у них очень большие силы и средства. У них четыре центра ИПСО, у них все СМИ, у них тысячи людей ежедневно этим занимаются. У них миллионы бюджета, да. Они снимают ролики. Пусть это будет одна и та же разбитая наша колонна, с разных ракурсов снята. Но они отрабатывают идеально. И получается, боец на фронте, он сидит, да, в ужасных условиях. Он погибает, его друзья погибают, их разбивают, да. Но он смотрит новости, он смотрит эти ролики. И он думает, что на других участках фронта у них все отлично, они идут в наступление. И он зубами держится, чтобы вот, ну, надо продержаться, мы вот-вот. Только у нас тяжело, везде все классно, вот нам только хреново. Понимаете, их это держит. Вот, то есть это вот как раз работа, это война смыслов, понимаете. Данила, а чему нам учиться, нам что нужно перенять у них? Ну, неужели нам стоит так же врать, как они это делают? Ну, это же не наш метод. Ну, смотрите, ну, давайте вот не будем про силы правды и так далее. Я бы еще понял, если бы мы никогда не врали, да. Но бывает же, что иногда изредка, правильно, или ошибки какие-то бывают. Потому что, ну, слушать вот эти моменты, как бы, ну, иногда просто недоумеваешь. Объясню, чему учиться. А нам надо просто контент создавать ежедневно. Ежедневно создавать контент. Ежедневно делать героев, да. То есть, ну, их и так, их много, но почему мы их не показываем? Почему у нас просто сухие картинки, с сухим текстом? Почему у нас мало этих сюжетов? Почему у нас мало видео, как мы уничтожаем противника? Их реально единицы, к сожалению. А этих моментов на фронте, их сотни, этих ситуаций, понимаете, геройских ситуаций, как ребята на ферсонском направлении, как ПДВшники, как морская пехота. Если бы военкоры об этом не написали, на это бы никто не обратил внимания. Вот, к сожалению, вот в этом надо. Украины цепляются за любую возможность, за любую малейшую возможность они ее отрабатывают. А мы игнорируем реальные, серьезные вещи, мы просто игнорируем. И получается, что мы не дорабатываем в плане поднятия морально-психологического состояния наших бойцов, поднятия боевого духа, мы не дорабатываем в информационке. Это мое мнение субъективное. Я могу ошибаться, я не великий эксперт. Но это вот мое такое мнение. И не только мое, насколько я. Вы говорите, многие, наверное, согласятся, но по поводу морального духа бойцов на передовое, там-то все хорошо. Больше с нашим стылом работать надо. Вот те самые, которые говорят, что, а что так медленно? А почему не бьем туда? Почему не бьем сюда? Вот с ними нужно работать. У каждой медали есть две стороны. Любая война, любая война, это комплекс мер. Комплекс мер везде. В информации, это даже понимал, вот сто лет назад это понимали. Понимаете, у нас во времена Великой Великой Советной войны сколько сил и средств выделялось для того, чтобы военкоры могли работать. То есть с большими этими фотоаппаратами. Это было сложно, сейчас все легче. Вот, то есть тут нужно понимать, что в таком, да, почему сложно, надо объяснять, почему сложно. И при этом показывать, мы говорим, вот там мы перемололи противника, а где картинки? У нас есть, слава богу, последние месяцы Минобороны показывают эти сюжеты. Но их все равно мало. Если мы берем по сравнению с противником, противник их просто штампует. Так у них нет побед, у них их нет. Если бы у них они были, то этого было бы еще больше. У нас много героических событий и ситуаций, но мы это делаем мало. Насчет морально-псоюзского состояния, что все в порядке, ну, не совсем и не везде все в порядке, это война. Это, ну, кого захочется, поставьте себя на место бойца, который под постоянными арт-ударами на передовой погибает, там, бойцы. Ну, война всегда есть, погибают с двух сторон, это всегда страшно. Я просто вспоминаю 14-й год, для меня не было ни одной секунды, чтобы мне не хотелось уйти с войны. Это всегда страшно. И надо всегда сам для себя искать причины и остаться. И когда командование, и когда вот информационка, да, все это понимает и дает нашим бойцам причины, помогает найти причины остаться и сражаться эффективно. Вот так вот было бы намного легче. Данил, предлагаю перейти к конкретным действиям. Вы занимаете должность первого заместителя министра информации. Мы вещаем и выводим вас в эфир регулярно. Давайте объединять наши усилия и вместе готовить эти материалы. Будем с удовольствием показывать то, что вы присылаете. У вас есть телеграм-канал, у наших экспертов есть. Давайте обмениваться, давайте эту информацию публиковать. Мы только за. В нашей программе, ну, конечно, мы тоже на себя все это принимаем, но мы делаем, мне кажется, все, что возможно, чтобы все это показать. Поэтому давайте переходить к конкретику. Вместе будем работать, вместе будем публиковать информацию и ждем от вас материалов, будем показывать. Принимается такой подход? Конечно, принимается. Здесь дело просто, чтобы, понимаете, чтобы это работало комплексно. Вы правильно сказали, чтобы всем объединяться и одним организмом действовать. То, что мы на своем уровне проявляем инициативу и, слава богу, делаем хороший результат, ну, все равно хотелось бы больше. И это необходимо. Война идет каждую секунду. Мы это говорим в эфире. Вся страна видит, давайте объединяться. Кроме нас этого никто не сделает, Даниил. Поэтому спасибо вам за эту инициативу. Я думаю, что многие с ней согласны. И давайте. Мы готовы. У нас есть наша программа. Мы показываем в нашей программе и сюжеты, и включения. И Марьяна Наумова работает, и наши военкоры. Сегодня Семен Пегов эксклюзивные материалы показывал. Мы до включения Даниила Бессона включались с Шаманом непосредственно на Авдеевском направлении. Мы готовы делать больше. Давайте делать вместе. Продолжение следует.